В одном вот этом шкафу, по-моему, около двух тысяч. Две тысячи машины? Да. Не квартира, а настоящий музей. Машины здесь буквально повсюду. И это, говорит Владимир, еще не вся коллекция, собирать которую начал в далеких 70-х, будучи подростком. На полках зарубежный и отечественный автопром. Сам очень любит пикапы. Впрочем, у каждой модели своя история. В деталях помнят, как у него появился, к примеру, этот КАМАЗ. В понедельник его показали в программе «Время». Я вечером посмотрел. В субботу я уже был в Казани. Я купил там их, с рук выпросил. У девчонок почти сутки я от этого магазина не отходил. Про машины может говорить часами. Кстати, он их не только покупает или обменивает, но и делает сам. Работает в основном ночами, чтобы родных не беспокоить. Даже место себе специально оборудовал. К примеру, мастер-модель. Вот. Это вот апельсин. Вот этот апельсин я делал еще в начале 90-х. Он сделан из дерева. Дерево, пластик, металл. В руках Владимира все это может стать моделью авто. Домашние не ругают. Супруга увлечения мужа всячески поддерживает. Отдельный шкаф занят ее любимцами, моделями полицейских авто. И сама порой покупает ему модели, говорит коллекционер, а еще дарит. И не только она. Получается лучший подарок на день рождения. Это модель. Да? Это модель. Признаемся, были удивлены, когда узнали, что модели могут стоить от 100 рублей до десятков тысяч. Но Владимир лишь однажды продал олимпийский раф, чтобы оплатить учебу дочери. Расстались бы когда-нибудь со своей коллекцией? Нет. Почему? Никогда. У меня называют, что это, говорит, если к Казакову попало, то все, пропало. Я всегда говорю, ребят, вот попадется мне еще одна модель, там получше, там я выберу, вторую, да, я могу с ней расстаться. В свое время Владимир побеждал и занимал призовые места на выставках по моделированию. Последний раз в 2013-м. Жалеет, что сейчас коллекционеры не так активны и многие не готовы появляться с моделями на публике. Стесняются. Владимир своими машинами и своим хобби гордится. Ждет внуков, надеется передать им увлечение автомобилями. Ну а в ближайших планах ремонт в квартире и установка новых стеллажей для коллекции, которые помогут еще выгоднее подчеркнуть красоту и изящество каждого авто. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.